Музыка 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 Родители Анастасии опасались, что пение будет отвлекать ее от учебы, поэтому и позже в музыкальную школу девушка не пошла. Однако продолжала брать уроки у педагогов по вокалу. Позже были техником и институт. Но даже получая образование, она не бросила музыку. Я поклонник ярой джаза, блюза, фанка. И это, например, Джимми Ракуа. Мне очень нравится. Мне очень нравится Red Hot Chili Papers. Да, вот эта группа. Мне очень нравится творчество Эми Вайнхаус, Луи Армстринга, Джеймса Брауна. Но это такие великие люди. И вот ты слышишь их, вдохновляешься их творчеством. И вот хочешь, может быть, попробовать что-то вроде этого. Музыку, которую она выбрала для себя в 17 лет и исполняет до сих пор, Анастасия объединяет одним словом – лаунж. Он охватывает обширный спектр исполнителей различных жанров – от джаза, басановой до электроники. Общей характеристикой лаунжа являются легкие успокаивающие композиции. Анастасия почти не поет на русском. Девушка признается, что не владеет свободно английским языком, но без перевода песни браться за нее не будет. Она уверена, чтобы исполнение было качественным, нужно петь то, что тебе нравится, и понимать, о чем ты поешь. Только тогда возможно добиться ответной реакции от слушателей. Основополагающим моментом для выбора является, мне кажется, для каждого исполнителя – это баланс между тем, что нравится мне и тем, что нравится людям. У меня есть друзья, знакомые. Я там, привет, слушай, а какой у тебя сегодня плейлист? А какая у тебя сегодня песня играла? Можешь скинуть. И вот мне вот так бросают люди. Я слушаю, если меня эта песня зацепила, она мне тоже понравилась и вызвала у меня положительные эмоции, и я ее учу, готовлю и исполняю. В ее репертуаре около сотни песенств. Среди них Рэй Чарльза, Нина Симон, Бурно Марс и многие другие. Однако визитной карточкой Анастасии остаются ее любимые песни – это «Джеймс, Эт Ласт» и «Хэппи» Фаррелла Уильямса. Что может быть лучше вот этой реакции людей? Когда они тебя слушают, они улыбаются или пританцовывают, видели, подпевают себя. И даже несмотря на то, что это английский язык, на котором я в основном пою, это удивительно. Это ли не радость? Анастасия выступает на разных площадках города. Когда-то сотрудничала с диджеем «Кидомт» и на этом останавливаться не желает. Реализовать себя и раскрыть свой потенциал, насколько это возможно. Безусловно, это предполагает взаимодействие с другими музыкантами. Потому что, когда ты смотришь на других, ты что-то от них берешь, да, что-то они у тебя. Это получается такой вот отличный симбиоз и очень здоровский толчок вперед. Да, конечно, очень бы хотелось найти ребят, которые бы сказали, «Слушай, может, ты с вами споешь?» Но, к сожалению, пока таких нет. Анастасия хочет когда-нибудь стать частью бэнда и выступать не только в Курске, но и за его пределами. И, конечно, как все девушки, мечтает о большой любви, о которой иногда она поет.